Библия Мы приступаем к третьей лекции по библейскому богословию. Сегодня мы поговорим о происхождении жизни. Библия содержит учения о зарождении всего творения. Мы можем увидеть начало всех начал на страницах книги «Бытие». История сотворения мира описана в первой и второй главах книги «Бытие». Мы не можем познать историю сотворения мира опытным путем. И поэтому единственный метод познания – это принять откровение, данное нам Богом. В первой главе книги «Бытие» дано учение о Творце жизни. Бог является создателем и вседержителем мира. Библия учит нас, что Бог спасает нас, а также судит нас за грех. Бог является нашим Творцом и Искупителем. Лишь тот, кто создал этот мир, может спасти нас от греха. Давайте рассмотрим порядок сотворения мира. Откроем первую главу книги «Бытие». Читая первую главу, мы видим, что растения, животные и человек созданы в определенном порядке. В первый день были созданы свет и земля. По мере изучения процесса сотворения, пожалуйста, обращайтесь к лекциям по книге «Бытие» на нашем веб-сайте. Итак, в первый день были сотворены свет и земля. Во второй день вода под твердью была отделена от воды над твердью. В третий день были сотворены всевозможные растения и деревья. В четвертый день были сотворены солнце, луна и звезды. В пятый день были сотворены птицы, рыбы и водные пресмыкающиеся. В шестой день были сотворены животные и гады земные. Птицы и рыбы были сотворены на пятый день. В шестой день были сотворены скоты и животные. А позже, в тот же шестой день, был создан человек. Первая и вторая главы книги «Бытие» едины. Первая глава книги «Бытие» учит о порядке сотворения. А вторая глава является продолжением первой. Детали, отсутствующие в первой главе, описаны и объяснены во второй. Давайте задумаемся о фактах сотворения. Во-первых, все творение было сотворено Божьим словом. Стихи 3, 6, 9 первой главы «Бытия» начинаются словами «И сказал Бог». Псалом 32, 6. Псалом 147, стихи 4 и 7. Евреям 11, 3. Римлянам 4, 17. Амос 8, 13. Эти стихи говорят о том, что небеса сотворены Божьим словом. Во-вторых, говоря о фактах сотворения, Бог сотворил всё из ничего. Творить в переводе с иврита – это пара, бара. Бара означает создавать что-то из ничего. В-третьих, творение, созданное триединым Богом. Всё было сотворено Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Но из всей Троицы непосредственное участие в сотворении принимал Бог Сын. «Бытие 1, 26», «Евреям 1, 2», «Иоанна 1, 3», «Колосинам 1, 16», «Притчи 8, 30» и «Первая Коринфянам 8, 6». Рассмотрев эти стихи, мы видим, что Христос творил посредством Своего Духа. В-четвертых, Бог сотворил всё живое по роду их. Мы видим, что всё живое, сотворённое Богом, сотворено по роду их. Коровы, лошади, птицы, всё создано по роду их. Всевозможные виды обезьян, различные животные, разные виды лягушек, змей и разнообразные виды птиц. Но теория эволюции утверждает, что обезьяны эволюционировали и превратились в людей. Однако, никаких научных подтверждений этой теории не существует. Все живые существа имеют гены. В их клетках содержатся хромосомы. Различные виды обладают различными хромосомами. Хромосомы не способны мутировать из одного вида в другой. Человеческий ген содержит 46 хромосом. Обезьяний ген содержит 54 хромосомы. Набор хромосом в каждом подвиде неизменен. В-пятых, говоря о фактах сотворения, всё, что создал Бог, было совершенно и прекрасно. Бытие 1-4 и ещё стихи 10, 12, 18, 21, 25 и 31. Все эти стихи из первой главы. В-шестых, Бог сотворил мир за шесть дней. Некоторые утверждают, что мир создавался в течение многих миллионов лет. Но эти утверждения ошибочны. Из Писания нам известно, что Бог создал мир за шесть дней. Далее давайте обсудим предназначение творения. Бог сотворил мир для своей славы. Исайя 43, стих 7. Бог поставил человека владычествовать над творением и обладать им. В последнюю очередь, Бог создал человека. Человек был создан последним, чтобы всё творение было готово для его жизни. Бог заповедал человеку владычествовать и обладать творением. Бытие 1, 28. Поэтому, рассматривая творение и пользуясь его благами, нам следует воздавать славу Богу. Бог восседает на престоле и превознесен превыше всего. Затем идет венец творения человек и лишь в последнюю очередь творение. Таким образом, человек находится между Богом и всем остальным творением. Божья благодать проистекает на человека, а от него на всё творение. Всё творение воздаёт Богу славу. Но есть люди, которые превозносят сотворённый мир и ставят его выше человека. Они поклоняются животным, поклоняются тельцам. Это невообразимая глупость. Мы должны поклоняться одному только Богу и воздавать славу Ему. Мы должны владычествовать над творением и обладать им. Далее давайте обсудим смысл творения. Сказано, что Бог сотворил мир своим произнесённым словом. Сотворение мира посредством Божьего Слова говорит нам о том, что Бог верен своему завету. Если Бог говорит что-то, это непременно происходит. Бог верен. Если Бог пообещал спасти свой народ, Он обязательно сделает это. Божье Слово – это истина. Божье Слово реально. Бог сотворил мир своим словом. Таким образом, христиане придерживаются теистического взгляда на сотворение мира. Бог обладает неповторимым интеллектом, и весь мир создан его силой. Бог сотворил всё из ничего. Теория эволюции является заблуждением. Ведь она утверждает, что простые организмы в процессе эволюции превратились в более сложные. Например, обезьяны в процессе эволюции превратились в людей. Но это заблуждение. Я уже говорил об этом прежде. Гены и набор хромосом у человека и обезьяны отличаются. Также в Бытие 1 стихи 11 и 12 сказано, что Бог создал всё живое по роду их. Эволюционисты предполагают, что в начале сотворения существовала некая субстанция, материя. Были камни, скалы и грязь. Но спустя десятки тысяч лет появились живые организмы, а затем они эволюционировали в простейшие виды животных, а затем в более сложные виды. Но те, кто придерживаются теории эволюции, не имеют ни малейшего представления о том, что и как существовало изначально. Они просто утверждают, что изначально существовала некая материя, и из неё произошли камни, грязь, а затем жизнь. Но эволюционисты не могут привести никаких доказательств и их доводов. Однако, глядя на сотворённый мир, мы видим не эволюцию, а деградацию, от порядка к хаосу. Это закон энтропии. Замкнутые системы в конечном итоге деградируют. Но эволюционисты утверждают противоположное. Якобы живые организмы возникли из хаоса. Это утверждение ненаучно. К сожалению, многие люди верят в теорию эволюции. Бог создал человека иначе, чем животных. Люди разительно отличаются от животных. Помимо того, что человек имеет тело из плоти и костей, человек имеет бессмертную душу. Наши души созданы по образу и подобию Бога. Наши души способны поклоняться Богу и общаться с Ним. В отличие от животных, которые имеют лишь плоть, умирая, животные превращаются в прах земной. В то время, как люди спасаются через веру в Иисуса, их дух идет на небеса. Тело человека после смерти превращается в прах. Но когда возвратится Иисус, наши тела будут воскрешены. Бог создал людей уникальным образом. Он наделил нас мудростью и силой, чтобы мы могли владычествовать и управлять стварным миром. В каких-то сферах человек приспособлен меньше, чем животные. Львы сильнее, чем люди. Буйволы и слоны гораздо сильнее человека. И все же человек управляет тварным миром. Люди обладают развитым интеллектом и поэтому могут владычествовать над миром животных. Животные не способны развивать свой интеллект и становиться умнее. Люди же, напротив, постоянно развиваются и улучшают свою культуру. Люди развивают свой интеллект. Животные нашего времени ничем не отличаются от животных, живших сто или тысячу лет назад. Люди же постоянно развиваются, придумывают новые технологии и становятся все более прогрессивными. Люди используют инструменты, они управляют автомобилями, летают на самолетах, пишут книги, пользуются компьютерами и улучшают свои жилищные условия. Люди владеют навыками устной и письменной речи. Животные не имеют ничего подобного. Они пользуются звуками, но не словами. Но самое главное отличие между человеком и животными в том, что душа человека создана по образу и подобию Бога. Именно поэтому люди религиозны. Животным религия абсолютно безразлична. Люди жаждут поклонения Богу. Мы должны уверовать в Иисуса и обрести спасение. Поэтому теория эволюции – заблуждение. Существует также теория эманации. Эманация. Э-ма-на-ция. Э-ма-на-ция. Э-ма-ция. Э-ма-ция. Э-ма-ция – это истечение. Непроизвольный, безличный процесс, который есть всеблагое единое начало. Всё берёт начало из этого безликого первоисточника. Всевозможные организмы берут начало в этом источнике. Другими словами, нет ничего помимо этого единого всеблагого начала. Эта теория наложила свой отпечаток как на китайскую, так и на западную философию. Платон был греческим философом. Он учил, что мир берёт своё происхождение из идеи. Идея. То есть всё, что мы видим глазами, берёт начало из идеи. Древнекитайский философ Лао Цзи считал, что творение берёт начало от истины. А Конфуций утверждал, что родоначальником творения является великий абсолют. Таким образом, философы утверждают, что все виды имеют общее происхождение. И поэтому, по их мнению, то, что было сотворено, едино с тем, с чем оно было сотворено, так как произошло от него. То есть виды и их происхождение едины по своей сущности. Теория эманации так же ошибочна, как и теория эволюции. Это пантеистическая идея о том, что всё творение является Богом. Давайте обсудим некоторые ошибочные утверждения по поводу сотворения мира. Например, Нео-Ортодоксия Карла Барта. Нео-Ортодоксия. Этот теолог верил, что мир сотворён. Но он также считал, что доктрина сотворения мира не имеет подтверждений. История сотворения для него лишь миф. Он считал сотворение лишь неким выражением деяний вечного Бога. Это неопределённое выражение спланированного действия Бога. То есть Карл Барт утверждает, что деяния Бога не могут быть выражены исторически. Описание сотворения мира в Библии, по его мнению, не является божественным откровением. Но мы верим, что описание сотворения мира является частью откровения Бога. Мы можем прийти к познанию Бога через рассматривание творения. Бог открывает нам Себя через Своё творение. Поэтому это откровение называется общим. Само собой разумеется, что мы не можем познать Бога во всей полноте с помощью одного только общего откровения. Ведь у нас падшая природа. Поэтому Бог также открывается нам и через особое откровение. Приступим к обсуждению темы понимания творения. В послании евреям, 11 главе, в стихе 3 сказано. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Мы не видели своими глазами процессов сотворения мира. Но, несмотря на это, есть более достоверный способ убедиться в реальности сотворения мира. Этот способ называется познания верой. Мы можем прийти к познанию истины о сотворении неба и земли через веру в Божье Слово. Иначе говоря, познать, не опираясь на наш личный опыт, мы просто доверившись тому, что об этом говорит Божье Слово. Процесс сотворения мира не подвластен человеческому опыту. Однако Библия утверждает, что всемогущий Бог сотворил и небо, и землю. Мы верим, что Библия является Божьим Словом. Таким образом, с помощью Библии мы поверили в то, что мир сотворен Богом. Далее, обсудим тему творения и жизнь. Первое. Вера в творческое деяние Бога производит в нас смирение. Рассматривая небеса и землю, мы познаем величие и силу Бога. Мы осознаем, насколько мы хрупки и ограничены в сравнении с ним. Посмотрите на величие и красоту гор. Посмотрите на бескрайние просторы океана. На солнце, дарящее свой неиссякающий свет и тепло уже тысячи лет. На звезды в небе. На луну. На смену времен года. Бог создал и упорядочил все творение. Он создал атмосферу и условия, пригодные для жизни человека. Для возможности жизни на Земле существует множество необходимых условий. Необходимо солнце. Необходимо луна. Требуется дождь. Нужны океаны. Нужна суша. Необходима разнообразная еда. Осознавая это, мы понимаем, насколько мы, люди, хрупки и уязвимы. Посмотрите, как дивно устроены наши тела. И все же мы слабые и хрупкие. Мы не можем во всей полноте понять Вселенную, сотворенную Богом. Поэтому нам следует быть смиренными. Нам следует покориться воле Бога. Итак, первое, нам нужно смириться. Второе, мы имеем надежду благодаря вере. Этот мир проходит. Наша жизнь проходит. Но у нас есть вечная надежда. Это наша вера в Бога. Мы странники и пришельцы на земле. Через веру в Иисуса мы обрели вечную жизнь. Бог правит всей Вселенной. Он видит жизнь даже самой малой птицы. В его руках жизнь и смерть, благословение и проклятие. Поэтому мы возлагаем свою надежду на вечного Бога. Давайте рассмотрим еще несколько аспектов сотворения. Как я и говорил ранее, сотворить на иврите означает «бара». «Бара» – это глагол, указывает на творческий характер Бога. Творческий характер и способности Бога значительно отличаются от человеческих. Бог создал все из ничего. Таким образом, мы понимаем, что Бог есть абсолютный творец. Далее мы поговорим о творчестве человека. Наши души были созданы Богом по его образу и подобию. Тело человека было создано из праха земного. Человек был сотворен Богом в последнюю очередь, после того, как был сотворен растительный и животный мир. Бог назначил человека быть владыкой и управителем творения. Человек поставлен Богом, чтобы быть представителем Бога на земле. Поэтому мы созданы по образу и подобию Бога. Наши души созданы по подобию Божию. Мы сотворены для взаимоотношений с Богом. Для хождения с Господом в радости. Бог создал нас, чтобы мы, как Его творение, полагались и зависели от Него. Бог наделил нас властью владычествовать над всем тварным миром. Давайте откроем Бытие 2.7. Здесь сказано «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо Его дыхание жизни и стал человек душою живою». В данном отрывке дыхание на еврите звучит как нишма-фаим. Нишма-фаим. Здесь говорится о дыхании жизни. Дыхание жизни. Человек стал душою живою после того, как Бог вдохнул в него дыхание жизни. Душою живою. На еврите звучит как нефешая. Нефешая. Здесь говорится о живом существе. Живое существо. Человек ожил, потому что Бог вдохнул в него дыхание жизни. Дыхание жизни и душа не одно и то же. Дыхание жизни соединяет жизнь и Бога через истину и вдохновение Духа. Так мы воссоединяемся с Богом. В результате мы становимся душами живыми. Наша жизнь воссоединена с Богом, поэтому мы стали душою живою. Через Эдем протекали четыре реки. Там было три вида деревьев. Первое мы видим. «Бытие 2.9. Древо жизни». Второй вид – это всевозможные другие деревья. Они были пригодны для еды и приятны для взгляда. Третий вид – это дерево познания добра и зла. Дерево познания добра и зла. В «Бытие 2.17» Бог сказал, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог создал сначала Адама, а затем Еву. Бог навел на Адама крепкий сон и вынул одно из его ребер, из которого и создал Еву. В «Бытие 2.18» сказано, что Бог создал Адаму помощника, соответственного ему. В «Бытие 2.20» сказано, помощник подобный ему. Ева должна была помогать Адаму владычествовать и управлять творением, то есть помогать ему в служении Богу. Поэтому супружеские пары должны оказывать друг другу помощь, совместно выполняя Божье дело и миссию. «Почему женщина была создана Богом из ребра мужчины?» «Почему не из кости, взятая из его черепа или из его ноги?» Потому, что Ева создана равной Адаму. Они – одна плоть. Один не выше и не ниже другого, но равные друг другу. Поэтому мужья и жены должны относиться друг к другу с уважением. В связи с тем, что Бог сотворил Еву из ребра Адама, они являются одним целым. Мужья и жены являются одним телом. Они также должны быть единомышленниками, иметь ум Христов. Центром жизни супругов должен быть Бог. И детей следует воспитывать в Господе. Создание Евы из ребра Адама также символизирует то, что Адаму следует любить свою жену. Как ребра защищают сердце Адама, так он должен любить свою жену. Поэтому в Бытие 2.23 сказано «Это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Ведь именно так Адам воспринимал свою жену. Бог привел Еву к Адаму. И Адам сразу осознал, что Еве предназначено стать его женой. Бог создал институт семьи. И семья, и церковь установлены Богом. Таким образом мы понимаем значимость семьи и церкви. Со времен Адама церковь и семья все так же значимы. Церковь – это семья, а семья – это церковь. Возьмем, например, патриархов. Ноя, Авраама, Исаака и Иакова. Эти мужи были главами своих семей и пророками. В те времена глава семьи считался пророком, священником и царем. Поэтому, повторяю, семья – это церковь, а церковь – это семья. Значимость семьи столь же велика, как и значимость церкви. Поэтому мы должны воспитывать своих домашних, взращивая их в вере. В стихе 24 сказано «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть». Здесь говорится о том, что дети однажды вырастают и перестают зависеть от своих родителей. Вступая в брак, супруги должны стремиться и тянуться к Богу. Муж и жена должны прилепиться друг к другу и стать одним целым. В сердце, в мыслях и в вере. Бытие 2 25 говорит «И были оба ноги, Адам и жена его и не стыдились. Их любовь друг к другу была столь велика, что они не видели недостатков друг друга. Конечно, следует понимать, что тогда еще не было греха. Так было лишь до грехопадения. Они не видели друг в друге недостатков. Они просто любили друг друга. И оба, и Адам, и Ева смотрели на Бога. Они не зависели друг от друга и не смотрели друг на друга с нуждой. Они просто любили друг друга. Между ними царила любовь. Адам и Ева были покрыты Божьей славой. Они были переполнены Духом Святым. Они любили Бога, доверяли Ему и были счастливы в Боге. Они имели довольство в Боге. Божья слава наполняла их обоих, поэтому они не стыдились. В течение предыдущего часа мы обсуждали происхождение жизни. Мы изучали процесс создания мира Богом. А на этом мы завершаем третью лекцию по библейскому богословию. Благодарю вас